Сложность данной задачи состоит в следующем. То, что мы переводим в целом предложении, мы в предложении пишем «Я давил его». Понятно, что «Я» — это кто делает, да, местоимение «Я» — в данном случае это будет подлежащее. «Ударил» — это что сделал? В данном случае сказуемое. И мы сразу выделяем эти главные члены. «Ударил» — кого? Его. Ударил. На кого направлено действие? Так, то здесь вы видите, всё записано одним словом. Скорее всего, вся информация и о том, что сделано, и кем, и надо, кем заложено вот в этих шести буквах. Он что сделал? Ударил меня. На меня направлено действие, да? Он кто? Он ударил меня. Ну, не намного больше. Но уже можно сравнивать. Это во-первых. Найти закономерности на основе этих фраз и их переводов на русский язык. Постараться перевести на русский язык ещё два предложения. И два предложения постараться написать в том же самом стиле, в котором дан наш первый стон. Понятно? Итак, вы сначала смотрите. Надо переписать себе в тетрадь, пропуская, оставляя много места между, потому что мы будем выделять две глаголы. как записываются, где местоимение, как найти то местоимение, которое у нас будет относиться к главному члену предложения, а какое местоимение нам не удастся точно определить. Да, пожалуйста. На каком это языке написано? Ну вот, рассказывал страшную-страшную сказку, что там осталось два индейца в дебрях, можно сказать, Америки нашёл. Может, их уже нет к этому моменту, но вот задача как-то получилась. Возможно останутся. Помните, у нас, мы говорили, что даже на русском языке мы не всегда однозначно можем определить фразу. какая-то неоднозначность возможно останется. Местоимений много, глаголы всего два, их найти легче. Вы знаете, что ударил этот хик, так как он ударил, тут тоже есть хик. Так. Удалил, тут тоже есть хик. Да. Они ударили, тут тоже есть хик. А теперь про них. Ура, но тут есть и перед хиком тух. Тух. Может, покрупнее? Да, может, тухее. И ещё про них. Это вид. Так, давайте сначала разберёмся. Мы опять же возьмём сначала крупную единицу. Возможно, нам придётся её потом разбробить. Да? Мы выделим крупную единицу. Значит, ударил, я ударил его, у нас вот такая, крупная такая единица. Он ударил меня. И? Тухик. А, вот ударил. Вот ударил. Разбежали. Подожди, подожди. Да, это специальная буковка такая вот. А для чего? Сюда написано. Ещё раз. Вот так. Ты мне расскажи, что такое вон там. Правый крайний столбец тебя интересует? Да. Вот это задание. Сначала мы находим закономерности, а потом, если удалось найти закономерности, то на их основе выполняем задание. Здесь надо первые два слова перевести, сделать в виде предложений на русском языке. И два последних надо перевести с русского на язык уже исчезающий. Да, пожалуйста. Ещё вот глубинные. Итак, они... У нас что остаётся? У нас остаётся... Я подумала, что тут не породит, либо киев, так как тут киев и что, и тут киев. Это тоже такая шутка, да? Да. Сонка разлетит. Давайте. Не получать. Мы сейчас раздробим. Что нам... Сначала отрежем то, что... То, что крупнее, а потом поищем разницу. Безусловно, что нам надо найти? Нам нужно найти местоимение. Да. Да? И нам... Местоимение, да. Соответственно, и нам надо найти ещё число. Потому что есть множественное, да, есть единственное. Есть то, что я делаю, есть то, что на меня направлено, действие. Давайте смотреть. Я ударил на него. Тут... Тухик, это ударил? И потом, как я и... У нас не получится, ударил. Значит, ударил меня не получится. Да. Да, я по-тому была. Да, потому что нам потребуется ударить. Это либо ту, либо си. Да. Либо тащи. Либо тащи. Давайте смотреть. Он, они. Значит, а... Угу, угу, угу. Н. Нет. Ну, тут вот есть. Н. Смотрите, вот есть. Давайте посмотрим. Значит, я возьму кружочек, давайте так, вот эту вещь. Н. Н. И вы тоже себе пишите. Кружочком цветным. Итак, мы увидели, когда выделили покрупнее основу, да, что у нас перед ней в данном случае стоит Н, Н и Н. Согласна, да? И в каждый раз, что тогда у нас получается? Что у вас? У нас я где-нибудь еще есть? Нет. Ну, а у нас есть меня, да? Меня – это я, меня. Это тоже, это тоже. Давайте обведем. Итак, в этом предложении... Да, я и меня тогда будет Н, да? Отметим, в начале случае, может пригодиться. Это будет я или меня. Хорошо. Дальше давайте смотреть. Что еще можем выводить? С таким значком. Да, с таким значком. Да. Где тогда будем его? Ну, это тоже есть значком. Скорее всего, они будут вместе, да, идти? Да, идти. Да. Давайте посмотрим эту гипотезу. В чем тогда общая из этих фразов? Тебя. Тебя. Ты и тебя, да? Тебя. Ну, давайте. Тебя. Тебя. Да. Значит, Лиза. Да. Ты или тебя. Да. Дальше смотрим. И потом... И... И... А... И... Точка... Д, и... Это слишком много будет, да? Сейчас. А... И... Текс это будет как раз... Текст это будет... Текст это будет как раз... А... Это ты молодец. Заметил? Да. Очень даже возможно. Ну, давайте я... Не пожалею двух черточек. Да. Текст это будет? Текст это будет? А где у нас тогда будет он? Текст это будет? Он ударил. Он убил. Он убил. Он убил. И... То есть, получается, что... Это у нас уже... Он ударил. Это наша тогда... Вот эта главная труппа, да? Убирает. Он надел. Да. Ту это как раз... Ахипа ударил. А в самом первом... Сейчас мы их посмотрим. Итак, давайте сначала выпишем то, что уже сделали. Поскольку всего в двух словах есть... И точку-точку ставим. Это... То мы предположим, что это будет обозначать их. Хорошо. Давайте посмотрим, что есть... Они. Ил. Они. Да, все это видят, что... Соответственно, вот у нас... Про они... Сколько у вас в двух предложениях они? И следующее. Ил это они. В конце слова. Значит, для того, чтобы сказать, что это будет в конце слова, я поставлю перед... Не медлепис. Они. Да. Они. Увидели тебя. Ну, в данном случае у нас, получается, тебя увидели они. Получается, тебя увидели. Ну, поскольку богатый русский язык допускает все возможности. Да. И они увидели тебя. И тебя увидели они. Да? То, соответственно, в нашем случае это без разницы как. Да. Да. Есть вопросы? Нет. Нет, потом. Значит, что мы тогда еще не отметили? Их мы отметили, да? Да. В данном случае я использую все... Да. В данном случае он и его тоже будут вместе, да? Да. И по всей видимости это будет... Ту. 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 Его. Его, его, его. А мне надо увидел. Увидел ту, нету. Вот увидел ту, нету. Если он ударил, это будет ту. Тих, то непонятно, где здесь искать. Он должен быть тоже здесь. Скорее всего это... Он не обозначает. Не обозначает это вместе с глаголом идет. Давайте так. То, что могли, не будем придумывать лишнего. А так можно? Да. Может быть ту хит, это он ударит. Ту хит, и это ударит. Еще раз. Кто тогда будет он? Он это будет ту и... Скажу, у нас здесь остался еще... Он ударил меня. У нас остался значок, который мы не приспособили. Я ударил его. Он ударил меня. Мне нужно еще одно... Ты думаешь, и вы вместе с ним? Все вместе? Первое. Вот это. Итак, задание за странным значком. Это прям слово. Это ты. Ты или тебя. Ты увидел тебя. Ты увидел... Ты увидел... Ты увидел... Ты увидел... Сейчас посмотрим. Ты увидел... Его. Ты увидел его. Ты увидел его. Ты увидел его. А? Давай только не где попало писать, а на троге. Да? Вот сразу, я думаю, ты понял. Ты берешься. А вы вместе с вами. Итак, нам удалось расшифровать главное, да? Нет, тогда ударил все. Еще раз, мы не стали разбивать на более мелкие вещи. Я ударил его. Да? Я ударил его. Н. Это я не знаю. Да? Меня? Нет. Я ударил... Да? Я ударил его. Пиши. Я знаю, как он ударил его. Их. Пиши любовь А. Их. Поскольку... Почему не могли быть... Они ударили меня? Пиши. А если бы было... Их это... Соответственно, их это много, да? А у нас есть еще они, но тогда нету вот этого Ил. Да? Нет. Да, ну, по всей видимости, так оно и будет. Пожалуйста, напиши две фразы, а вы у себя в тетради пишите. Пытайтесь написать. Он увидел тебя. Он увидел... Ну, пиши. Да. Эл... Нет, нет, там нет точки. А, ну, пиши. Да. Точку, точку. Ладно. Ничего. Килу... А что там написано? Ну, ну, ну. Килу вид. Ну, ну, килу. Угу. И где со страны... Это ты к какой записи? К первой или ко второй? Ну, к первой. К первой записи, когда, пожалуйста, умести все-таки в строчку. Потому как мы про переносы уж точно ничего не знаем. Как он может переносить? Да. Давайте смотри. Вначале. Она обычно в начале стоит. Да, вот тебе подсказывают, что мы обычно этот значок видим в начале предложения. А, то есть, поэтому тебя увидел он в таком случае? Да, тебя увидел он. Скорее будет так. А я буду в конце выбирать. Можно я бы да, встретил, что я увидел? Тебя увидел он. Нет. Увидел он. А он мне не знает точно. А он меня знает точно. Он вообще не как-то. Дайте, пожалуйста. Дайте его. Да. И последнее. Можно я? Он и дайте его. Будешь сам писать или передашь другому? Сам будет писать. Сам будет писать он. А то он тебе в тетради пишет. Итак, пока он не ошибался, поэтому, как говорится, ну, путь пишет. Человек занят делом. Он и его? Нет. Поэтому я просто пишу. А там не так. А потом, наверное, а потом, например, в трое печенье. Он ударил меня. Тухик. Ме-ня. Да. Вот здесь вот он увидел меня. Он увидел тебя. Еще в первом предложении. Вот в этом. Тухик это правильно. А вот в первом еще вот это наша загадочная. Умяточка. Может быть, это красота. Чтобы определить, кто будет первое, что второе будет стоять. А, тухик вы. Тухик вы. Что несколько вопросов вообще нет. Да. Тухик вы. Ну, в смысле, это у двумя точками. Так. Ну, ты пиши. У двумя точками. Нет, нет, нет. Не там, не там, не там. Там все хорошо уже. Выше, выше, выше. Да, да, да. Да. И это версия автора. Поэтому тут возможно, мы опять же говорили, что они однозначны с расшифровки. Возможно. Но в данном случае наша с тобой версия. И все, кто работал вместе с нами, активно подсказывал, да, взглядал своей версии. Она совпадает с точки зрения автора этой задачи. Не знаю, как насчет индейцев, которых там два человека нашли в джунглях.